Добрый день! Сегодня на православном портале экзегет мы отвечаем на вопросы зрителей. И вот один из зрителей задает такой вопрос. Кем были исполины, входившие к дочерям человеческим? Как об этом повествуется в книге Бытия, 6 глава, 4 стих. Это очень интересный и, надо сказать, сложный вопрос. Ну, во-первых, обратимся, собственно, к самому тексту. Надо сказать, что вот этот эпизод, он как бы является такой вставкой, которая прерывает повествование о Ное, описанием, ну, таких вот предпотопных нравов населения Земли, которые, собственно, и делают понятным и объяснимым, почему это уничтожение через потоп было таким необходимым. Давайте все-таки прочтем это целиком, а не только один стих. Тем более, что здесь это не так много. Итак, 6 глава. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут у них 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но и же обрел бы гадать пред очами Господа. Итак, вот в более полном виде, вот таким вот образом выглядит вот этот фрагмент священного Писания, который повествует о том времени, когда по земле ходили люди из Полины. Что же это за люди из Полины? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно, наверное, все-таки разобраться с предыдущим повествованием. Кто же такие вот эти сыны Божии, которые увидели дочерей человеческих, что они красивы, и стали на них жениться? Ну, здесь есть целый ряд толкований. Одно из толкований как раз-таки отсылает нас к священной горе Ермон. Ее еврейское название, оно означает херем, заклятие. Кстати говоря, практически совпадающее по смыслу и по звучанию с более поздним, и тоже семитским по происхождению словом «харам» уже в обиходе мусульманского общества, которое означает нечто запретное, запрещенное. Вот. И вот, как повествует апокрифическая книга Еноха, именно на вершину Ермона, вот этой священной горы, опустились те из ангелов, падших ангелов, которых привлекла жизнь с дочерями человеческими, которые посчитали их прекрасными, красивыми, и которые захотели через них научить человечество всевозможным тайнам, премудростям, которым владели сами. Ну, надо сказать, что, конечно, книга Еноха, хотя и цитируется в священном писании, упоминается, но все-таки не входит в число канонических книг священного писания Ветхого Завета, тем более, что она была, в общем-то, создана тоже так, уже на границе, и во времена, вероятно, все-таки уже близкие к новозаветным, и по времени не так далеко отстоит от канона новозаветных книг. И вот, как раз-таки опираясь на свидетельство этой книги Еноха и другие места в священном писании, некоторые талкователи видели под вот этими сынами божьими ангелов, которые якобы вот так, значит, отложили свои способности, пали, прелестились красотой дочерей человеческих и затем научили их там силе корней и трав и всяким другим премудростям, которые были открыты им и самим, как существам другого духовного порядка. Надо сказать, что эта точка зрения была воспринята и многими протестантами, даже мне когда-то приходилось видеть для детей изданные какие-то священные истории протестантского издания, где действительно изображалось, как там эти ангелы были пленены красотой человеческих дочерей. То есть так, что это, в общем-то, для целого ряда протестантских талкователей направлений является непреложным фактом, то, что ангелы, которые здесь, как они считают, называются сынами божьими, прелестились красотой дочерей человеческих. Ну, вообще, справедливости ради надо сказать, что эту же точку зрения разделяли некоторые ранние святые отцы христианства и учители, которые тоже, в общем-то, таким образом понимали это место в Священном Писании. Но, вообще говоря, конечно, традиция толкования Священного Писания православной эту точку зрения не приняла. и под сынами божьими понимают все-таки не ангелов, которые решили пасть, а вот под сынами божьими понимают именно потомство Сифа, а под дочерями человеческими потомство Каина. И вот эту трагедию в жизни предпотопного человечества объясняет именно тем, что последние потомки праведников, праведного Сифа, в которых сохранялось истинное богопознание, истинное богопочитание, оказались прельщены красотой дочерей человеческих, то есть противостоящей им цивилизации Каинитов, и стали смешиваться, стали заключать смешанные браки, стали рождать потомство. От них, которые, естественно, уже чаще всего не сохраняло того же богопочитания, которое было свойственно сынам Божьим в лице потомков Сифа. И от этих браков рождались люди, которых в Священном Писании называют исполинами. Но что это за исполины? В греческом тексте употребляют слово гигантас, гиганты, то есть какие-то особенно такие крепкие, сильные, и в нашем представлении исполины – это какие-то великаны. Тут тоже появилось на основе этого твакования множество каких-то домыслов и таких вот уже теорий заговоров о том, что якобы действительно жили как-то исполинского роста люди, какие-то гиганты, какие-то великаны. И вот археологи просто скрывают подобного рода находки от широкой публики, и появляются даже какие-то там рассказы и фотографии о том, что якобы где-то какого-то такого гиганта когда-то раскопали, но скрыли. Ну, в общем, конечно, это все тоже такие фантазии, на самом деле не имеющие ничего общего ни с наукой, ни со священным писанием. Ну, и вообще надо сказать, что вот этим словом великан, исполин очень часто именовали вообще просто существо, враждебное Богу, враждебное народу Израиля, существо грубое. Очень часто великанами называют вообще в разных других традициях именно тех, кто противостоит тому народу, к которому относится повествователь. Кроме того, если обратиться к буквальному еврейскому значению этого слова, то здесь стоит как раз-таки не гигантас, не великан, а в еврейском тексте стоит нефилим. И здесь это слово, которое скорее обозначает ну, вот такого человека буйного, разрушителя, несущего в себе вот такое вот разрушительное начало, что является, в общем, естественным таким, что ли, следствием, ну, какого-то такого беззаконного соединения, неблагословленного Богом, да, и привлекает, в общем, к формированию личности такого человека, ну, влияние нечистых сил, да, такое-то как бы забесовление еще, совершаемое с такого младенчества, с детского возраста. И очень интересно здесь об этом говорится, да, об этих исполинах, что это люди сильные, издревле славные люди, кто же мог быть для, ну, скажем, библейских времен такими издревле сильными славными людьми? Ну, если обратиться к историческому контексту того времени, то таким человеком, например, мог быть древний шумерский герой Гильгамеш, из эпоса о Гильгамеше или Бельгамесе, как он назывался в шумерском первоисточнике, это такой Наполеону мифический царь Урука, одного из городов Междуречия, из городов шумерской цивилизации, о котором вот эти эпические таблицы сохранили следующее сведение, что он, будучи царем Урука, отличался крайней такой силой и крайней буйностью. Объяснялось это тем, что он на три четверти, там, или на две трети был Богом, лишь на треть на четверть был человеком. При этом ему явно было тесно в стенах родного Урука, он всячески буйствовал, собирал войска, так сказать, люди, которые ходили с ним, это были такие ватаги, таких молодых, тоже опьяненных его воинственностью воинов, которые вставали, как говорится, там, в эпосе по удару барабана, и, так сказать, это жители города уже опасались того, что он не оставит ни одного мужчины своему отцу для продления рода и не оставит ни одной девицы матери там и отцу, то есть неоскверненной. То есть это человек, который отличался, ну, крайним таким неистовством и в военном отношении, и, так сказать, женоннеистовством таким, то есть человек, от которого его подданные просто стенали и которые начали молить богов о том, чтобы они сделали что-то такое, чтобы как-то этого вот Гильгамеша, их царя, ну, вообще отвлечь от разорения и вообще подвига в собственном городе, увезти куда-нибудь подальше и избавить их от такого беспокойного царя. Ну, время жизни Гильгамеша относится к примерно середине, может быть, 2600-м годам, то есть середине третьего тысячелетия до Рождества Христовы, и вполне могло быть памятное еще, в общем-то, самым первым свидетелям, да, книги бытия, слушателям, вот эта традиция, этих преданий, хотя впоследствии этот эпос был надолго забыт и только так цитировался в других каких-то эпических произведениях, более поздних, без упоминания о самом Гильгамеша. Но вот такими могли быть эти издревле славные люди, да, и с поленами не в том смысле, что они были там на четыре головы выше всех своих соплеменников, а в том, что это были люди, одержимые такой совершенно какой-то неуемной демонической энергией, люди, которые несли в себе вот это разрушительное начало, вот это вот действительно забесовление, эту одержимость, которая с одной стороны делала их славными в определенном смысле и издревле такими крепкими, люди, которые, как тоже я стоит из эпоса Гильгамеши, жили одновременно как бы в двух мирах, в двух измерениях, совершая свои подвиги и в этом мире и отправляясь в какие-то шаманские путешествия, общаясь с богами, с духами, с демонами и, так сказать, вот существуя одновременно на грани двух миров, мира видимого и мира незримого. Ну, к счастью, подобный тип людей был уничтожен потопом, и хотя впоследствии иногда подобные люди и появлялись, издревле славные, сильные, из полины, но были уже не столь многочисленны, как, видимо, в те времена, когда Господь положил время жизни человеческое 120 лет, и говорится это, опять же, не о продолжительности человеческой жизни, а о том, что с вот этого момента, когда он взрек свое слово Ною, времени существования предпотопной цивилизации оставалось всего 120 лет. В эти 120 лет, как мы знаем, Ноя сначала проповедовал необходимость покаяния, ну, а зачем в следующие все годы строил ковчег, что тоже являлось такой проповедью о том, что неминуемо придет потоп, и вот все вот это буйствующее человечество в духе, в разуме, во всех помышлениях, которого было одно лишь зло, одна лишь плоть, одни лишь плотские стремления, что вот это человечество неминуемо будет уничтожено, поскольку оно оскверняет собой и своими делами созданную Богом допотопную землю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok